Либо я работаю здесь хоть как-то, и у меня есть виза, или я не работаю никак и уезжаю. Сегодня 2 сентября, понедельник, мой первый рабочий день. Фактически, но он такой, немного необычный, не все пошло по плану, и сегодня я попробую, наверное, как-то сформулировать свои мысли по этому поводу, потому что в целом я хотя бы эмоционально чувствую себя адекватно. Выходные мне дарить очень тяжело, было сложно вообще принять факт того, что я узнала, и сегодняшний день тоже будет. Мне сейчас не совсем понятно, как проходить, но хотя бы я туда еду и посмотрю. Пока что жду такси, был дождик, поэтому я его вызвала, но он уже закончился. Я переживала, просто себя вымокну до работы, но посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ставку. Вот чисто вот эти пять дней, первая неделя сентября, потому что у меня такое расписание здесь уроки утром, потом уроки вечером. И то есть садик находится далеко, я не буду за 1 ездить, то есть мне нужно здесь сидеть, но получается, что я буду сидеть целый день рабочий здесь, но мне будут платить половину зарплаты. То есть так не пойдет, и они эту неделю согласились мне платить полную ставку, только чисто вот эти пять дней, и я целые пять дней здесь нахожусь, и вот утром приехала, провела уроки, потом у меня были офисные часы. Сейчас у меня большой-большой перерыв. В чём вообще чудо работы с дошкольниками в садиках? Тут очень-очень большой перерыв. Сейчас 12 часов дня. Перерыв у меня начался в 11.10 и закончится он в 3 часа дня. Но это даже слишком много, поэтому мне дали кровать, чтобы я могла поспать. Тут все спят. Не знаю, как во всех остальных провинциях, но в провинции Шэнси и в Таюане все спят. Мы даже когда в банк приходили, уезжали потом домой за документами, возвращаемся на зад, а они и спят. Они такие проснувшиеся такие вышли, сонные, заспанные. Да. Поэтому эту неделю я просто уже как-то приняла, что у меня была просто какая-то истерика по поводу всех этих виз, документов, денег. На этой неделе я просто смирилась и сегодня приедет мой агент, основной директор агентства, которое очень хорошо, видимо, уговаривает людей. Она уговорила меня, уговорила моего работодателя пока что. И надеюсь, может быть, она уговорит дальше их. Потому что, мне кажется, можно идти к нему на нагрузку, потому что моя нагрузка сейчас, в 2-ти дни, будет, ну, буквально на один, в некоторые дни на два урока, отличающиеся от обычной нагрузки в других садиках. То есть, при желании, можно идти к нему на нагрузку, оставить в нее в санчасы, чтобы я могла готовиться. Да, ну, посмотрим. Ну, вообще, 50 на 50 что-то вообще получится, но, по крайней мере, я уже смирилась. Замерла. Мама дала мне совет, замри, не нервничай. Ну, я уже все, я уже все вынервничала. У меня ничего не осталось больше нервничать. У меня больше ничего нет вообще. Да, поэтому как-то так. Ну, и не знаю. Я какое-то время думала рассказывать, не рассказывать. Решила, что хочу рассказать, поныть, пожалейте мне. Ну, нет, на самом деле себя я уже пожалела сама. Возможно, кому-то это будет полезно, потому что все-таки я не думала, что у меня будут какие-то такие проблемы. Для меня этот садик был просто идеальный. Единственное, что мне нравилось, это расстояние. Но это не минус садик, это мой компромисс, на который я пошла, чтобы здесь работать, далеко ездить. Мне казалось, что здесь все прям идеально, но есть сигналы, наверное, что там какие-то оры идут спать. Да, но первый, наверное, такой красный флаг, который был зеленым, когда я сюда встраивалась, но стал красным. Это если... Это что-то... Подождем. Вроде все. Уложили всех спать, наверное. Или провели мимо кабинета, в котором я сплю, но... Да, зеленые и красные флаги. Их, наверное, много. Я не буду какой-то ультрасписок составлять. Мне кажется, их можно бесконечно перечислять. Но то, что у меня, мне кажется, вообще меня подвело, это то, что в этой шкале никогда не работал иностранный преподаватель. И изначально я думала, что это зеленый флаг. Все вокруг мне говорили, что это зеленый флаг, сто процентов, что я построю под себя. И на самом деле в каком-то степени так и было, наверное. Потому что у меня спрашивали рекомендацию, какие учебники берем, какую программу. Но... И вроде как у них нет ожиданий неплохих, нехороших. Но при этом они вот себе что-то придумали. Хочу то, не знаю что, возьми там, не знаю где. Какой-то курс, когда они придумали. То есть вот это все произошло, когда у меня были демо-уроки для новых учеников в этом году. и... Ну, вроде уроки прошли хорошо, вроде им все понравилось. Но у них хотели курс, курс не получился, потому что надо было просто из пустого места что-то взять. От меня не зависело. Уроки они тоже ожидали, что я по учебнику буду вести, ну, с малышами, трехлетними. Там не получится. Игры сразу шли все по цензуру, что только хором, что все только хором говорили. И это так и есть. Когда в группе 30 человек, мы чаще всего говорим хором. Всегда. Но я считаю, что есть игры, там где по 4 человека. Или даже по 2. В зависимости динамики игры или внимание каждому ученику в конце урока. Какого-то небольшого, маленького внимания, и это уже хорошо. они это торцали. Не знаю. Это, наверное, в качестве дайма уроков. Но было многих вопросов, что они не знают, чего они хотят. И в этом-то, мне кажется, была загвоздка, потому что мне отказали, потому что... Потому что... Потому что... Потому что мне отказали, что они вредные попы. Но они просто придумали себе что-то, какую-то... какую-то группу, какую-то группу особенную, и она не получилась. и они такие, ну всё, у нас ничего не будет. Учитель нам не нужен. А то, что вы это придумали давно и наняли учителя, забронировали его и просто взяли ему перчихнули, всё, вы не думаете. То есть если вы изначально думали, что вы не наберёте, или у вас был такой шанс, очень большая вероятность, искали бы преподавателя part-time потом. А если вдруг у вас была бы полная нагрузка, ну, естественно, мне кажется, всегда есть учителя. Вот я приехала в начале прошлого семестра, мне нужна была работа full-time. И вот я пошла. И наверняка есть какой-то преподаватель, который здесь гуляет, или я сейчас буду гулять через неделю, который ищет работу на полную ставку. Поэтому им просто, они зря вот это всё затеяли, нашли меня, точнее агентство, и агентство привело меня сюда, и мы заряжали договор, и в итоге большая вероятность, что сегодня вечером я буду совершенно зло рассказывать, что ничего не получилось, не получилось уговорить, и теперь я работаю на двух работах. Пока на одной, но придётся на двух. В общем, так. Я домой. Финальное обращение с детьми состоялось. Сначала было неловко, потому что выходили группы, которых я ещё не видела, не видела уроками. А потом, когда больше людей, у которых я была, стало получше, а так это было как-то вообще. Вот они вообще на меня не смотрят, мне интересно, они не знают. Да, но финал разговора такой. Мне разрешат работать на полную ставку в этом месяце, полностью, не знаю, то, что мало уроков, но я буду делать разные открытые уроки, проводить какие-то рекламные, ну, как бы участвовать в рекламных мероприятиях садика, которые уже запланированы, мне просто надо быть там. Мне просто нужно там быть. Слишком быстро сказала. Да, и потом, если наберётся группа в следующем месяце, то мне продлят полную ставку. Если нет, то будет полуставка. Но будем продавать лицо. Получается. Будем максимально стараться. Всем понравится. Может, тоже от меня мало чего зависит. Я могу все по угодно улыбаться, все по угодно играть детям. Но если... Я считаю, как всегда, все вот в уроке, когда я вела, когда нужно было набирать саму силы учеников, там может быть кем угодно продажникам, даже самым великолепным. Но если вдруг у Рызля нет денег на вот такой сервис, на этот садик, то как угодно, может быть, милые людьми, производители, но они просто не будут и не заметят, и вот это будет неинтересно. А я сейчас не знаю, сколько стоит обучение в этом садике, мне, конечно, не дешево, если честно. О, что еще такое — О, что еще раз, это может быть пальцами, что-то, что-то, что-то. Честно. О, что еще раз в этой встрече. вау-прос. А, ос, вау-прос. Субтитры подогнал «Симон»